Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботу, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 14 по 27. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Он, видевшись, Человецы знамение, ежи сотвори Иисус, глаголах у якосе есть воистину пророк гряды и в мир. Иисус, уборазумев, яко хотят прийти, да восхитят Его и сотворят Его Царя, от Идипаки в гору един. Яко поздя бысь, не дошу ученицы Его на море, и в Лизоша в корабль, и дяху на он полморя в Капернаум, и тма обе бысть, и не убе пришел к ним Иисус. Море же ветру вели, дыхающего, сдвизашеся, гребше же, яко стадии двадесять пять или три десять, узреши Иисуса, ходяще по морю, и близ корабля бывша, и убояшеся. Он же глагола им, аз и есим, не бойтеся, хотя ху убо приятие Его в корабль, и обе корабль быть на земли, внюже и дяху. Воутри же народ, и же стояша вон полморя, видев, яко корабля и нога небету, токма един той, вон же вне дошу ученицы Его, и яко не вниде с ученики своими Иисус в корабль, но иди, не ученицы Его, и доша, и ини, при и доше корабли, от Тибериады близ места, и дежи, я доша, хлебы, хвалу воздавши Господи ви. Игда же видеше народе, яко Иисус он не бысту, не ученик Его, влизоша сами в корабли, и при и доше в Каперном ищуща Иисуса, и обретоше Его обон полморя реши ему, рови, когда с дебысь, отвеча им Иисус и рече, аминь, аминь, глаголю вам, ищите меня, не яко видесе знамение, но яко я листе хлебы и насытесеся. Делайте не брашно гиблюще, но брашно пребывающее в живот вечный, ежи Сын человеческий вам даст, Сегоба, Отец знамена Бога. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им, «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тевриады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». После чуда насыщения более пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами среди народа на волне ликования вспыхнуло желание привести Христа к власти и сделать царем. Но Господь, не желая потакать ложным представлениям о Мессии, как о земном царе, опять удалился на гору один. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Они уже не защищают закон, уже не обращают внимания на нарушение субботы, уже не ревнуют по Боге. Они бросили все, лишь только чрево было наполнено. Христос стал для них пророком, они хотят поставить Его и царем, но Он уклоняется. Для чего? Чтобы научить нас презирать мирские почести и показать, что Он ни в чем земном не нуждается». Ученики же, оставив Христа на горе, сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. В это время поднялся сильный ветер и волны разбушевались. Евангелист Иоанн замечает, что ученики уже проплыли 25-30 стадий, то есть приблизительно 6 километров, когда увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке. Христос видел их бедствующими в плавании. Лодка находилась посредине моря, ее било волнами, потому что ветер был против них, а потому Спаситель пошел к ним по морю. Блаженный Феофилакт отмечает, что Христос попускает им испытать бурю для того, чтобы, когда после бури настанет тишина, они более обрадовались случившемуся, и чтобы в сердцах их запечатлелось неизгладимое воспоминание о сём. Когда они находились в опасности, Он предстает пред ними и словом своим прогоняет страх их, и на море производит тишину, и таким образом творит двоякую тишину, укращает смущение в их душах и волнение на море. Многотысячная толпа людей осталась ночевать на том же пустынном берегу, где совершилось чудо насыщения. Все видели, что у берега стояла только одна лодка, и что в эту лодку вошли ученики Спасителя и отплыли, а Сам Христос ушел на гору. На другое утро люди, по-видимому, искали Иисуса, но не нашли. На лодках, пришедших из Тевериады, города на западном берегу моря, многие отправились в Капернаум, желая отыскать Спасителя. «Когда же нашли Его, то спросили, «Рави, когда ты сюда пришел?» Прекрасно понимая настроение искавшей Его толпы, Господь заметил, «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». В своих дальнейших словах Спаситель призывает думать не о тленной пище, которой стремится насытиться незнающий Бога человек, и которая погибает вместе с телом, но той, которая пребывает вечно и послужит для духовного насыщения. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что человек не может обойтись без духовной пищи, дающей вечную жизнь, то есть без самого Христа. Вкусить и увидеть, как благ Господь сподобляются те, кого Он питает своими причистыми телом и кровью. И именно так Спаситель не просто открывает уверовавшим возможность пребывать в присутствии Бога, но и дарует соединение с Ним в таинстве Святой Евхаристии. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok